Мама Овен Мама Овен отвергает все советы, ведь она идеальная мама и ей лучше знать. Когда дети вырастают большими, мама Овен воодушевелит их на выход за друзьями и организует самый потрясающий день рождения. Она считает, что ее ребенок лучший в мире, он уникальный. Мама Телец Жизнь без детей невозможна. Настоящая всегда для ее детей. Они – лучшее, что есть у мамы Телеца. И она им бесконечно предана. Она старается всегда быть справедливой и держать под контролем их проблемы и трудности. Мама Телец – самая ласковая мама. Ей нравится обнимать и целовать своих чат. Телец предпочитает видеть своих детей красивыми, полными жизнью и с хорошим аппетитом. Мама Близнецы – мама в 100 тысяч вольт. Именно такая мама учит детей быть независимыми с самого детского возраста. Ее дам полный книг и образовательных игр. Мама Близнецы гордится прогрессом своих детей в школьном обучении. Их хорошими оценками, и маленькими успехами. Излишняя демократия – это особенность Мама Близнецов. Ведь она лучший друг для своего ребенка. Несмотря на то, что она любит играть со своими детьми, она пасует перед тем, чтобы прокатиться на роликовых коньках и велосипеде. Это для нее уже слишком. Мама Рак! Она всегда внимательна к своим детям и самым их незначительным нуждам. Если ее малыш грустит и его личико омрачено каким-то недовольством, она сделает все, чтобы вернуть его улыбку. Обычно робкая, но она может стать настоящей тигрицей, если хоть один волосок упадет с ее чада. Мама Рак очень ценит сентиментальные пустяки. Она коллекционирует фотографии, табеля успеваемости, письма и воспоминания о том, как растут ее дети. Мамочка, с днем матери! Мама Лев! Эта мама желает блистать и цаить. У ее детей должно быть все самое лучшее и дорогое. Главное желание мамы Льва – видеть своих детей счастливыми и уверенными в жизни. Совместные игры очень нравятся и детям, и маме. Мама, с праздником тебя! Мама, которая прислушивается, помогает и советует своим детям думать собственной головой. Хотя иногда ее считают слегка холодной. Но ее дети прекрасно знают о ее чувстве юмора. Мама-дева одевает своего малыша со вкусом и знает, как сделать все правильно. Она особенно внимательно относится к физическому развитию своего ребенка. Здоровый дух в здоровом теле – вот девиз мамы-девы. Мама-весы. Иногда весы устают от тяжелой работы, беспорядка и шума. Мама-весы, которая обожает справедливость, может взорваться. Но, к счастью, ее хорошенькие малыши бывают лапочками, купаясь в ванне и любят слушать ее сказки на ночь. Они заставят обожать себя до того, как погаснет свет в детской. Мама-весы, прежде всего, хоть бы честной и справедливой для своих малышей. Не всегда у нее легкий характер, но всегда такая мама – самая красивая. Мамочка с днем рождения. Ой. Мамочка с днем матери. Мама-скорпион. Такая мама знает все о своем ребенке, когда он лежит еще в колыбели. Сильная интуиция этого знака оберегает своих любимых чад от ошибок. Скорпион всегда чувствует, когда что-то идет не так. Для мамы-скорпиона ее любовь к ребенку никогда не имеет границ. Это ее преданность. Все ее время и сердце. Все принадлежит ее малышу. Она откроет его тайные таланты и воодушевит развивать их максимально. Мамочка, поздравляю тебя с днем матери. Мама-стрелец – это очень серьезная и ответственная мама. У нее все по расписанию. Купание, еда, игры для ребенка. Все соблюдается до секунд. Мама знает, что режим это важно и полезно. Мама-стрелец является королевой игр, праздников, походов. Она организовывает стихийные мероприятия для своих детей, делая из них абсолютные приключения. К тому же с ними никогда не бывает скучно, благодаря врожденному чувству юмора у стрельцов. Мама-козерог. Сколько любви, сколько нежности прячет мама-козерог за внешней сдержанностью и отдаленностью. Это строгая и требовательная мама, которая любит порядок и послушание в центре мира ее ребенок. Все остальное второстепенно. Мама-козерог свернет горы, чтобы реализовать мечты своего чада, какими бы они безумными не были. Мама-водолей. Самая независимая мама, которая желает своим детям такой же свободы. Всегда решительная и готова к новым приключениям. Ее самое большое желание, чтобы у ее детей был такой же дух авантюризма. Мама-водолей даст своим детям свободу мысли и действий, чтобы они могли хорошо поработать над пониманием собственных границ дозволенного. Мама-рыбы. Это самая чувствительная мама, которая переживает за главную любовь всей своей жизни и ее детей. Она беспокоится о благосостоянии и счастье своих детей. Главное только это не переборщить, защищая и оберегая своих чад. Дети должны набивать свои шишки, как и мы все, собственно говоря. Им нельзя запретить жить и любить. Поэтому дайте им побольше свободы и самое главное верьте им. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!